Вадим и Катя жили с родителями. Дом у них был небольшой, но уютный. Возле дома стояли садовые качели, на которых Вадим с Катей любили сидеть в обнимку и смотреть на подрастающего сына Богдана. Тесть с тещей недолюбливали Вадима и никак не могли к нему привыкнуть. Дочь, зная своих родителей, старалась не вступать лишний раз в споры. И ее отец, зная вспыльчивый характер дочери, предпочитал молчать. Екатерина работала продавцом в сельском магазине, а Вадим трудился на железной дороге. Зарплаты, конечно, желали оставлять лучшего. Поэтому призрачная мечта молодой семьи о своем доме никак не становилась реальностью. Однажды Вадим пришел с работы и сделал заявление о том, что уходит с работы и собирается уехать с группы ребят за границу на новую работу. Несколько секунд Екатерина удивленно смотрела на Вадима, а потом начала плакать. Мужчина сказал, что у них нет другого выхода. Сын Богдан растет, скоро в школу пойдет. Да, и у родителей жить надоело. Пора уже собственный дом строить. Вечером на семейном совете семья согласилась с Вадимом. Следующим вечером произошло событие, которое в дальнейшем повлияло на всю жизнь этой семьи. Возвращаясь после прогулки с друзьями, Богдан принес домой серый и грязный комок шерсти. Когда мальчик аккуратно положил его на пол, все увидели, что это щенок. Грязный, худой и весь дрожащий от холода или от страха. Бабушка закричала, чтобы мальчик отнес щенка туда, откуда взял. А дед сказал, что сам сейчас его выбросит. Ребенок быстро схватил щенка, прижал к себе и сказал, что никому его не отдаст. Тут Екатерина с Вадимом вернулись домой. Разобравшись, родители принялись уговаривать ребенка отдать щенка. Мотивировали тем, что собака может быть заразная. Но малыш начал упрашивать родителей, говорить, что щенок пропадет без них. Он смотрел на родителей такими умоляющими глазами, полными слез и любящие сердца растаяли. Вот радостные крики Богдана Катя пошла купать щенка. Он оказался очень худым и слабым. Его задняя часть совершенно не работала, лапы просто волочились по земле. Вадим спросил у сына, где его старый игрушечный самосвал. Сейчас они будут мастерить инвалидную коляску. Щенку дали имя Гром. Мама смастерила специальные подушки, чтобы Грому не давила коляска и ремешки для фиксации. Когда на щенка надели эту колесницу, то первую минуту он не мог пошевелиться, привыкая к новым ощущениям. Затем потихоньку начал двигаться. Вскоре Вадим уехал на работу. Жизнь семьи вернулась в обычные будни, которые скрашивали вечерние разговоры с Вадимом по телефону. Дедушка с бабушкой все же недолюбливали щенка. Особенно дед, которому грохот колясочки мешал спать. Но Гром оказался довольно смышленым псом. Все время он проводил с Богданом и его мамой, зная, что в это время он находится под бдительной охраной и никто его не обидит. А когда их не было, он тихонько лежал под кроватью Богдана, чтобы его не слышали. Через несколько месяцев после отъезда Вадим не вышел в назначенное время на связь. Катя успокаивала себя, что это просто какие-то неполадки со связью, но спать легла с беспокойными мыслями в голове. На следующий день повторилось то же самое. Молодая женщина не находила себе места. Родители, как могли, пытались ее успокоить. Они пытались найти какие-то объяснения отсутствия связи. И вот вечером раздался звонок мобильного телефона Екатерины. Она схватила телефон и стала кричать в трубку. Потом несколько секунд стояла молча, пока телефон не выпал у нее из рук на пол и упала рядом. Мать, не понимая, что случилось, подбежала к дочери, ее глаза смотрели в никуда. В это время отец поднял лежавший на полу мобильный телефон и закончил разговор. Затем обратился к своей жене с мрачным и серьезным видом. Оказалось, Вадим и еще его два товарища погибли. Домик, в котором жили четверо рабочих, был оборудован устаревшими обогревателями. Случилось замыкание. Начался пожар. Из четырех рабочих выжить удалось только одному. Он позвонил из больницы и рассказал о случившемся. Теперь жизнь семьи потекла по бесконечной реке проблем и невзгод. Казалось, что Катя совсем ничего не слышит. Богдан со щенком на руках подходил к маме и обнимал ее, но никакой реакции с ее стороны не наблюдалось. Родители пытались вернуть дочь к жизни, возили по разным врачам. Но все говорили одно и то же. Сильное нервное потрясение нужно переждать, прописывая все новые и новые лекарства. Катя сильно похудела. Она все время сидела, смотря в одну точку. Родители смирились с такой участью дочери, потому как расслабляться они не имели права. На их попечении оставался внук, будущее которого теперь зависело от них. Однажды родители обнаружили свою дочь бездыханно лежащей посреди комнаты. Родители в ужасе бросились ее спасать. Вызвали врачей, которые ничего не смогли сделать. Они только зафиксировали смерть. И снова волна горя захлестнула совсем недавно благополучный дом. Соседи шептались, что их кто-то проклял. Все говорили, что Катя не смогла пережить смерть мужа и ушла к нему. День похорон Кати был страшен в своей скорби. Черный от горя родители – маленький сын, который уткнулся лицом в шерстку щенка. Казалось, мальчик только в своем друге сейчас мог найти утешение. Все попрощались спокойны и стали закрывать крышку гроба. И вдруг среди общего рыдания послышался тревожный собачий лай. Это лаял и вырывался с поводка гром. Ничего не понимающий ребенок отпустил щенка, и тот помчался к гробу, стуча своей колясочкой по земле. Подбежав, щенок попытался подпрыгнуть на гроб. Работники ритуальных услуг отгоняли щенка, но тот не сдавался. Богдан закричал, что гром не успел проститься с мамой, пусть он это сделает. Родители разрешили открыть гроб дочери. Как только крышка была снята, все присутствующие увидели, как дрогнули ресницы Екатерины. А потом зашевелились губы, как будто она пыталась что-то сказать. То, что случилось потом, словами не описать. Кто-то бился в истерики, нервно крича. Кто-то вообще упал в обморок. Самые стойкие кинулись вызывать скорую. Что при этом испытывали родные Кати, передать невозможно. Это была смесь ужаса и радости одновременно. Радости от того, что их дочь осталась жива, а ужаса от того, что чуть только что сами ее не похоронили. Позже, когда все страсти улеглись, приехала скорая, забрала Катю в город. Оказалось, что организм молодой женщины был сильно истощен, и мозг был переутомлен стрессом и избытком успокоительного. Метаболизм замедлился, Катя впала в литургический сон, а медики поспешили с диагнозом. Позже, когда Катя пошла на поправку, она рассказала, что, когда была во сне, ей приснился Вадим. И так отчетливо, как будто бы он был живой, и все происходило в реальности. Она излила ему всю свою тоску и любовь, сказала, как сильно хочет остаться с ним. На что Вадим мягко, но настойчиво сказал, что она должна жить ради сына, ради памяти о нем. И эта фраза стала толчком, который вернул ее к реальности. Об этом нашумевшем событии долго ходили слухи и даже писали в газетах. А главным героем статьи был пес по имени Гром, который так отчаянно бросился спасать свою хозяйку. А жители деревни были настолько впечатлены этим поступком пса, что сбросились и купили ему современную специальную коляску для собак. И теперь он с гордым и умным видом грохочет ей по асфальту. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.